Итак, спонтанно снятое продолжение. Пришла мне еще одна посылочка, но, к сожалению, размеров она была неимоверных, что не помещалось мне в рюкзак. Вот, в руках возможности мне нести ее не было, поэтому я выпотрошил ее на почте. И, к слову, места занимает она не так много, но интересного тут достаточно много. Ну, во-первых, собственно, наверное, из-за чего была большая коробка, чтобы не выглянуть вот эти трубки. Это, собственно, трубки, возможно, для пневматики, но, скорее всего, это просто обычные трубки. Вот, и, соответственно, для декоративных целей они служат. Я их для декоративных целей взял. Очень давно я хотел сделать что-нибудь вроде обрешетки на пропеллеры, если буду снова делать модели с пропеллерной тягой. И, собственно, были мысли собрать ее из осей, но в какой-то момент понял я, что это долго, дорого, да и тяжело, да и цвета нет подходящего. Ну, белые оси достаточно дорогого удовольствия. Хочется либо в белом, либо в синим, в тон кораблю. Вот. И обратил я взор на трубки от пневматики и на, в целом, трубки. Они тоже не дешевые порой, но их достаточно небольшого количества. Но вот это уже явно трубки от пневматики, соответственно, можно будет все это как-то стыковать и сделать какую-нибудь обрешетку, хотя бы просто контуром ввести пропеллеры. Будет это явно красиво смотреться. А если еще какую-нибудь подсветку придумать, будет вообще нямка. Собственно, куча соединительных пинов, как правильно назвать, не знаю, штуцерами, наверное, для пневматики непосредственно, чтобы такие оси между собой соединять. Дальше у нас набор коннекторов. Это, опять-таки, если я решу что-то делать с осями. Вот здесь, по-моему, углы как раз-таки выбраны из расчета того, чтобы собрать восьмиугольники, по-моему, и, собственно, тоже сделать обрешетку, так сказать, в ее более тяжелом и сложном варианте из осей. Ну, или какие-то другие вещи. Из них тоже сделать можно декоративные и не только. Дальше. Еще до сборки маяка все это заказывал. Да, в маяке есть, вот тут виднеется немножко маяк. Вот, обзор на него как раз только что выложил на канал. И, собственно, еще до маяка у меня возникла идея использовать вот эти вот штуки в качестве остекления, потому как в последней модели я использовал остекление, собранное из кучи мелких, как они его эти кринами, по-моему, называются на языке Lego. В общем, остекление и кабин. И, собственно, подумал, а чего бы не соединить кучу вот таких стекол и не сделать из них большое бесшовное или почти бесшовное лобовое стекло. То есть, да, они будут, конечно, небольшие стыки, вот, но при этом может быть даже будет возможность его автоматически убирать и поднимать. Ну, например, можно привязать веревочку и лебедку и это будет забавно. Вот. Собственно, какое-то количество по приколу заказанных вот этих вот заглушечек, которые могут как-то светиться, если к ним подвести свет. Скорее, тоже декоративный прозрачный элемент. Какое-то количество маленьких тайлов один на один. Мне всегда казалось, что у меня их много, но тут внезапно в одном наборе не хватило никаких штук и выяснилось, что у меня их практически и нет. Пришлось доставать из других наборов. И, к слову, наборов, где они используются, тоже мало. В основном они использовались в каких-то старых наборах, а в новых чаще всего идут либо тайлы 2 на 2, ой, 2 на 2, 1 на 2, либо они идут гладкие. То есть, уже не плейты, а тайлы как раз получаются. Еще соединительные элементы и коннекторы и белые буши и тройнички для пневматики тоже в декоративных целях буду использовать. Далее. Далее у нас масса техник бимов двухсторонних, но сравнительно новых, которые в последние годы стали появляться в моделях. У меня их немного, у меня они были только в одном наборе вертолета. Вот я их тоже решил позаказывать, чтобы собирать какие-то более интересные и более, может быть, прочные конструкции с помощью. И вот такая деталь. Она была у меня в вертолете. У меня появляется мысль попробовать опять-таки собрать винтовой механизм какой-то с помощью пары. Ну, как механизм. Собственно, собрать два винта по пять лопастей по числу лучей этой фигуры и, собственно, поставить два таких винта на модель. Посмотреть, что из этого получится. Вот. Это, на самом деле, первая деталь, которая позволяет, не изобретая какой-то порнографии из кучи, там, коннекторов или кучи каких-то шестеренок с непонятными, там, с двигами на полстуда, собрать прочный винт. Да, он получается достаточно размашистый, но, блин, у него бы пять лопастей. И сюда можно подвести достаточно мощный крутящий момент за счет как раз-таки вот этой вот дырки квадратной. Отверстие, кто-то мне скажет, но отверстие. И, собственно, завершает сборку. Не сборку, а наш обзор. Наш обзор завершает код, внезапно в него ворвавшийся. Код, ты же спал, все же было прекрасно. Все, конец. Ладно, продолжаем. Завершает наш обзор кучка деталей для меня новых. Это, собственно, дифференциалы и совместимые с ними шестеренки. Вот таких вот дифференциалов у меня еще не было. Вроде как они сделаны специально для каких-то мощных и прочных моделей. Мощная и прочная модель. Вот. Соответственно, думаю, вы уже нагадываетесь, к чему все это ведет. Все это ведет к идее построить новый большой и мощный корабль. Опять использовать схемы с дифференциалами. Проблем особых у меня с дифференциалами в последних моделях не было. Но, как говорится, лучше больше прочных дифференциалов. Раньше я частично использовал старые дифференциалы, которые не были усилены. Не надо жрать мой лего код. И, собственно, это позволит все огородить еще более интересные и более надежные механизмы. Опять-таки, механизмы не застрахованы от моих ошибок и просчетов. Так, ну и, кажется, мы заканчиваем, потому что у нас безобразие уже неимоверное. Всем спасибо, всем пока, я пойду трогать кота. Продолжение следует...